МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть Дела. Мегапроекты по строительству трубопроводов в Китай и в обход Украины, а также резкое падение цен на газ в Европе, проели дыру в бюджете Газпрома, латать которую руководство компании решило повышением цен. Газпром обратился в правительство с просьбой разрешить ему ускорить повышение тарифов на газ для населения. Соответствующее письмо зампредправления компании Валерий Голубев направил заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову. По идее Газпрома, россияне должны платить за газ ту же цену, которая действует для промышленных предприятий. Должно быть обеспечено поэтапное выравнивание оптовых цен на газ для последующей реализации населения с оптовыми ценами на газ для промышленных потребителей. Задачу можно решить за счет более высоких темпов роста цен на газ для населения, предлагает Голубев. Для Москвы, к примеру, это будет означать рост газовых тарифов на 20%. В 2016 году оптовая цена газа для населения составила 3631 рубль за 1000 кубометров. Для промышленных предприятий – 4370 рублей. Цены на газ для промышленности заморожены с июля 2015 года, а для населения продолжают ежегодно расти со скоростью чуть выше инфляции. В прошлом году это было около 6%. Финансовые проблемы «Газпрома» очевидны. Бюджет компании на ближайшие три года включает ежегодное превышение расходов над доходами, а суммарная дыра достигает 15 миллиардов долларов, посчитали аналитики Сбербанка. Деньги нужны на мегастройке. Сила Сибири, Турецкий поток, Северный поток-2 обойдутся компанией в 20 миллиардов евро, сообщил глава управления «Газпрома» Андрей Воробьев. Обеспечить эту сумму за счет собственных средств нереально. Из-за резкого падения цен на газ в Европе, экспортная выручка «Газпрома» в 2016-м стала минимальной за 12 лет. Даже несмотря на то, что поставки в физическом выражении выросли на 12,5% до рекордных значений за всю историю отечественной газовой индустрии. «Политические амбиции, реализуемые с помощью «Газпрома», дорого обходятся и самой компании, и российскому бюджету, и в конечном итоге всем российским гражданам». Об этом говорит партнер «Русэнерджи» Михаил Крутихин, один из ведущих российских аналитиков в нефтегазовой сфере. Выигрыши, впрочем, остаются близкие к власти подрядчики, получающие миллиардные контракты на строительство трубопроводов и компрессорных станций, и оттачивающие свои способности по раздуванию смен. Например, при строительстве Северного потока на участке Грязовец-Выборг средняя цена километра трассы достигла 4 миллиардов 800 миллионов долларов, что втрое превышает затраты аналогичных проектов в других странах. За 9 месяцев 2016 года чистая прибыль «Газпрома» обвалилась в 2,3 раза до 75,5 миллиардов рублей. Прибыль от продаж снизилась в 2,8 раза и составила чуть больше 192 миллиардов рублей. Выручка уменьшилась на 10% до 2,775 миллиардов. Зато выплаты членам правления «Газпрома» были увеличены на 22% до 2,129 миллионов, в том числе премии на 72% до 1,124 миллиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет компании. За тот же период прошлого года топ-менеджеры холдинга заработали 1,740 миллионов рублей. Таким образом, их доходы выросли на 22%. Руководство «Газпрома» компенсировало членам правления снижение зарплат на 9% до 960 миллионов рублей. Но премии за то было решено увеличить на 72%. Всего в правлении «Газпрома» заседает 17 человек. Так что средняя зарплата в этом почтенном собрании составляет 56,5 миллионов рублей. А премия чуть больше 66 миллионов. Все прочие ключевые показатели «Газпрома» ухудшились. Я знаю, что считать деньги в чужом кармане некрасиво. Но если в этот чужой карман они попадают из моего, скромность, мне кажется, неуместна. Это была суть дела. Все будет хорошо, не сомневайтесь.